Ученые из университета Аляски в Фербенксе по результатам недавних исследований сделали необычное заявление. Они обвинили бобров в причастности к глобальному потеплению. Естественно, сами бобры не в курсе и уж тем более не специально пытаются изменить климат, однако они все же вносят свою лепту в этот процесс. Исследуя территории с вечной мерзлотой на Аляске, ученые заметили, что с изменением температуры бобры все интенсивнее покоряют северные рубежи Аляски, расширяя свои территории обитания. Плотины, которые они строят, могут сохранять живительную влагу в засушливой местности или смягчать последствия наводнений, но в тундре новые водные каналы и заводи способствуют таянию вечной мерзлоты. А когда вечная мерзлота тает, ранее замерзшие микробы восстанавливают собственную работу и разлагают останки растений и животных, накопившиеся в замерзшей почве за сотни и тысячи лет. При этом в атмосферу выделяется диоксид углерода и метан. В целом, ученые подсчитали, что запасы органического углерода в вечной мерзлоте только северной части планеты составляют около 1300 до 1600 млрд тонн. Для сравнения, все страны мира в сумме выделяют в атмосферу около 33,5 млрд тонн CO2 в год. А в трех верхних метрах вечной мерзлоты северного полушария сконцентрировано 50% углерода, содержащегося в верхнем трехметровом слое почвы всей планеты. Хотя вся поверхность этой зоны вечной мерзлоты занимает лишь только 15% всего почвенного покрытия Земли. Также важно то, что болотистые почвы обычно производят больше метана, чем углекислого газа, но общий вклад в глобальное потепление у метана в 33 раза выше, чем у диоксида углерода. Но бобры не покоряли бы северные территории, если бы не процесс потепления и нельзя винить только их в причастности к этим процессам. Они просто занимают свободное вновообразовавшееся пространство, где за счёт потепления климата начинают расти деревья. Изучая изменения в районах вечной мерзлоты по снимкам спутников не так видны естественные очаги оттаивания вечной мерзлоты, как в местах, где похозяйничали бобры. Согласно данным учёных, бобры массово начали покорять Арктику с 1999 года, о чём свидетельствует аэрофотосъёмка. На снимках хорошо видно, как благодаря плотинам, построенным бобрами, увеличивается территория заболоченных участков, а это увеличивает скорость и глубину оттаивания вечной мерзлоты. Так что по данным исследований, бобры всё же очень активно влияют на изменение климата, соревнуясь в этом даже с человеком. Субтитры создавал DimaTorzok